всем привет сегодня я расскажу вам и покажу как из неудобной двушки сделать комфортную квартиру для проживания семьи из четырех человек мама папа и две маленькие дочки поехали друзья ко мне постоянно обращаются за консультациями и как правило это квартиры в новых жилых комплексах но иногда попадаются во вторички как вот это вот квартира вы мне можете прислать планировку буквально вы копировка из плана bti ну или любой другой план который у вас есть на руках например есть паспорт вы можете его мне прислать и соответственно я делаю консультацию и разбор планировки конечно я это делаю за деньги какие деньги вы кажется спросили меня про какие-то деньги это стоит абсолютно вменяемых денег это полная разборка вашего пространства это перепланировка взгляд мой профессионала на то каким могло бы быть ваше пространство и как могла бы быть выглядела перепланировка зачем смотреть этот ролик ну во первых с точки зрения того что можно сделать вообще с двушкой с классической двушка у которых есть две комнаты и небольшая кухня а человек это четыре надо как-то их разместить с комфортом в этом пространстве вот и с этой точки зрения интересно посмотреть а вторая цель просмотры этого ролика образовательная вы можете посмотреть и поучиться что можно сотворить какие приемы применить фишки ну и так далее итак начну с того что не так с этой планировки с точки зрения той семьи которая здесь проживает семья мама папа две дочки они еще маленькие буквально там два годика и даже совсем еще одна малышка во первых это прихожая небольшого размера вы ее видите вот она здесь на плане хорошо обозначена перегородками и шкаф стоит очень маленький он не глубокий а это значит вещей вмещает но абсолютно какое-то крошечное количество а я напомню четыре человека плюс дети это же будут какие-то там мячики и лопатки еще что-то гулять надо там комбинезоны валеночки тапочки и тому подобное короче места мало второе развернуться тоже здесь не представляется возможным то есть пришли с прогулки четвером развернуться негде дальше мы попадаем в пространство и здесь в этой квартире уже кто-то поработал до меня и даже уже здесь возведены перегородки как показаны то есть выгрыжена спальня кровать сейчас стоит вот таким вот образом и вот это вот скругленная перегородка делалось для того чтобы огородить спальню а с другой стороны чтобы мы могли войти на кухню остался зал который без окна собственно это не очень хорошо но и вот по такой кривой мы попадаем на кухню классическая кухня где стоит вот так вот кухонный гарнитур ну и как-то вот стол вот таким вот образом это сейчас на сегодняшний момент и такое положение дел не очень устраивает хозяев соответственно что они заявили мало мест хранения в прихожей и в спальне тоже мало то есть вот в этой спальне в существующей есть место под шкаф который длиной 2 метра это действительно мало у меня дома например шкаф 2 метра мой 2 метра жены и собственно туда вот в притирочку влазит одежда ведь помимо пиджаков кофт чего-то там еще есть же футболки джинсы трусы носки постельное белье в конце концов поэтому вопрос хранения здесь стоит очень остро следующая куда поставить стиральную машину тоже они не знают задаются этим вопросом не нравится то что гостиная без окна не нравится то что маленькая прихожая ну и конечно главная проблема это хранение он всегда встает очень остро этот вопрос когда квартира небольшая а хочется простора поэтому комнаты хочется побольше но при этом приходится заставлять их шкафами чтобы там хранилась одежда вот такой вот парадокс поэтому сейчас рассказываю как я здесь поступил что сделал чтобы качественно поменять так сказать жизнь людей в этом пространстве прежде чем начну показывать сразу предупреждаю я перенес кухню с мокрой точки кухонной в зал делать это категорически запрещено по жк рф предупреждаю вот поэтому вопрос делать или не делать но здесь сам принцип того как пространство изменяется плод просто благодаря тому что я переставил мебель и переставил ее так что стало гораздо удобнее вот смотрите сами я снес кривую перегородку естественно снес перегородку в прихожей и в освободившемся пространстве поставил новые стеночки во первых это две стены которые сейчас разграничивают вот есть зал а есть прихожая вот прихожая а вот это вот зал дальше следующая глобальная переделка я вместо кухни сделал спальную комнату по размерам получилось так удачно что сюда влазит достаточно большая кровать метр восемьдесят по ширине это хорошая двуспальная кровать две тумбы по краям и вдоль всей стены получилось разместить шкаф который длиной аж три с половиной метра это почти в два раза я увеличил площадь хранения в спальне комнате это же очень круто согласитесь появились дополнительные полочки и вешалочки это еще не все здесь получилось поставить кресло в спальне это очень здорово в во первых вы можете в спальне закрыться в этом кресле посидеть почитать от всех так сказать уединиться во вторых вы можете на этом кресле не знаю там ногти красить например или чай просто попить а когда спать ложитесь на это кресло вы можете покрывала положить чтобы она там совершенно удобно спокойно лежала не на полу а еще здесь в лес стол который может быть либо макияжным либо рабочим вот он стол его можно задвинуть в нишу в шкафу и в этой нише можно организовать полочки поставить принтер документы но и так далее вот такая вот замечательная спальня вот такое замечательное личное пространство я считаю что у родителей в квартире должно быть обязательно свое личное пространство кстати на эту тему мы снимали видеоролик с эксологом психологом вот по ссылочке посмотрите должно быть место где мы можем уединиться и сейчас появилась такая спальня нормальной форме без всяких там скругленных стен удобно ходить вокруг кровати еще можно выйти на балкон и кстати на балконе можно и организовать дополнительно рабочее место вот пожалуйста зачем я это сделал перенес кухню скажите вы сейчас многие напишут а конечно ты там нарушил закон туда-сюда ну да по закону запрещено но физически сделать это можно и если под вашей квартирой находится не жилое помещение офис магазин склад то вы можете перемещать свои помещения так как хотите главное чтобы к стоякам привязка была здесь у нас привязка к стояку по прямой вот прямо труба идет вот таким вот образом от мойки это недалеко это совершенно спокойно делается в обратную сторону под потолком делается вытяжка и точно также через стену проходит все никаких проблем но зато из-за того что я перенес сюда кухню где есть мойка варка достаточно рабочих поверхностей холодильник в уголочке вот стоит а еще появилась возможность поставить стол отдельный круглый стол этаж отдельная песня сидеть за круглым столом это почти как стол короля артура когда все равны знаете ли в общем за круглым столом сидеть очень здорово и приятно напротив него стоит буфет там можно расположить красивую посуду и это у нас уже появляется так называемая красота то есть уже дизайн то есть это уже такой наметка на дизайн понимаете где мы можем что-то красиво оформить над столом мы можем красиво повесить люстру и вечерами с красивой подсветкой мы можем уже чай пить или ужин ужинать вот дальше это двухместный диван ну он большой двухметровый то есть на нем даже и прилечь можно стоит кресло и еще поменьше кресла может быть и пуф напротив тумбы с телевизором поэтому получилось кухня гостиная где семья будет проводить вместе время а я напоминаю это дети маленькие они будут все время с мамой то есть ну куда куда их дети все время мама готовит дети тут же где-то вот возятся и в этом плане кухня гостиная очень удобное пространство что еще удалось сделать благодаря такому решению увеличить прихожую в прихожей сейчас появился шкаф который в два раза длиннее и в два раза глубже то есть это все одежду туда уже можно совершенно спокойно вместить а еще появилось пространство где встает отдельно пуфик отдельно комод прямо напротив пуфика все это красиво и аккуратно нанизывается на такую невидимую ось по этой оси можно расположить светильник и вот таким образом постепенно выстраивается дизайн то есть дизайн начинается с планировки от того как расположена мебель во многом зависит какой у вас будет внешний вид то есть вот вот это правильная расстановка это уже залог успеха на будущее вашего будущего дизайна еще смотрите какая удачная здесь получилась история раз мы перекрыли вход в быв на бывшую кухню и построили стеночку то здесь появилось очень классное место под хозблок то здесь сейчас встает стиральная машина остается место под корзину с грязным бельем под уборочный инвентарь под химию сверху еще можно бойлер повесить не знаю тазики какие-то там закрепить в общем отличное место ты в общем вот это вот решение позволяет нам помимо того что рационально использовать все пространство по максимуму она еще дарит нам дополнительные места для хранения ну вот судите сами а еще раз напоминаю это случилось благодаря только тому что я поменял местами кухню и испанию то есть их вот так вот переставил вот вот собственно благодаря чему это получилось в ванной комнате стоит ванна вдоль всей стены напротив унитаз и раковина унитаз я всегда рекомендую делать на инсталляции то есть это подвесной унитаз это гигиенично это удобная уборка и этот облегченный вид вот этого прибора плюс вот этот бачок зашивается в стену и это получается дополнительная звукоизоляция а когда набирается вода а надо инсталляция появляется пространство из которой можно сделать дверки и там много-много всего хранить это вот такой лайфхак который мы часто используем наших проектах вот тоже вам рекомендую в ванной очень много всего нужно хранить поэтому берите на вооружение второй санузел или ванны или душевая скорее всего здесь раковина унитаз и душевая кабина когда четыре человека я по своему опыту знаю что второе место где можно помыться должно быть обязательно потому что дети любят в ванной покупаться они и займут будут долго там плескаться а если тебе нужно быстро там помыться не знаю в душе хотя бы то вот пожалуйста есть второе место душевая которое можно с удовольствием пользоваться но и остается детская комната в которой я тоже зонировал пространство а при входе у нас стоит шкаф и когда мы заходим мы можем повесить или взять наоборот одежду тут же стоит два стола рабочих но 1 2 девчонки практически погодки то есть вот им два рабочих места здесь будет предусмотрено хорошее освещение рабочей поверхности а там где окно вот это вот зона эта зона игровая так как дети маленькие то очень важно чтобы вот эта игровая зона где они на полу возятся вот на маленьком столике сидят какие-то кубики складывать чтобы это было максимально близко к окну чтобы освещалось хорошо вот но когда они уже начнут подрастать делать уроки то можно просто свет над столом организовать потому что уроки все равно они еще долго делать не будут гораздо важнее организовать зону для активных игр около окна это гораздо полезнее для их зрения будет вот ну и приятнее там находиться и здесь такая фишка сделана как двухъярусная кровать в таком закуточки вот видите шкафом этот закуточек прикрыт но здесь есть тоже свое окно то есть можно его зашторивать расшторивать смысл заключается в том что например кто-то из девчонок пошел спать и здесь можно шторочками вот так вот закрыться и соответственно если второй ребенок продолжает делать уроки или читать там и чем-то еще заниматься то он не мешает тому кто спит получилось разделить детскую на три зоны игровая спальная и рабочая с со шкафом для одежды вот такая вот классическая двухкомнатная квартира чудесным образом может превратиться в удобное пространство для жизни согласитесь что так гораздо удобнее и комфортнее а ведь вы когда живете в квартире вы же ее покупаете не на один месяц не на два это ведь не номер в гостинице но типа не понравился уехал и больше не приедешь в этот отель нет эта квартира надолго на много лет вперед скорее всего вы потратите много миллионов на ремонт чтобы у вас точно также получилось вы можете обратиться ко мне за консультации и оплатить абсолютно небольшую денежку и я вам сделаю такой же разбор планировки оформлю это красиво мы с вами встретимся и я вас проконсультирую а еще я приглашаю вас подписаться на платформу бусти ссылочку я оставлю в описании переходите туда и подписывайтесь на мой канал подписка платно всего за 500 рублей в месяц вы будете получать куча контента с разбором планировок из различных жека все я там буду размещать вся новейшая информация с разборами с подробными описаниями будет там и поэтому если вы хотите прокачаться в планировке если вы хотите выбрать себе планировку в каком-то жека вы можете там все это найти подписка 500 рублей это стоимость двух мороженок друзья приглашаю вас там в описании есть ссылочка жмите на нее подписывайтесь и я с удовольствием буду для вас делать эту работу ну а на этом все пишите в комментариях что вы думаете по поводу этой планировки ставьте лайк жмите на колокольчик всем пока да прибудет с вами муза